МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы не заметили такую странную загономерность? В последние годы любимые актёры часто уходят из жизни внезапно и трагически. И, видимо, не случайно артисты – народ суеверный. Нельзя ронять на пол пьесу, ложиться в гроб, рассыпать банку с гримом. Некоторые актёры, как дети, радуются найденному на сцене ржавому гвоздю. В закулисье ходят множество историй о проклятых спектаклях и роковых ролях. Как к ним относиться? Как к театральным байкам? Или здесь есть какая-то связь, пусть и необъяснимая с научной точки зрения? Судьба не дала доиграть им главную роль – прожить свою жизнь. Они уходили друг за другом. Ангелина Варганова. Ей был всего 41. Алексей Балабанов ушёл в 54. Андрей Панин – в 50. Со слезами страна провожала тех, кто, казалось, будет с нами всегда – Валерия Золотухина и Виктора Сергачёва. Андрей Панин – любимец миллионов зрителей, словно заигрывал со смертью. Вот говорят, для актёра плохая примета, если уронишь листок с текстом, или в гроб ляжешь, или курить начнёшь на съёмочной площадке. Фуфло – это полное. Мне смерть даже нравится играть. Из интервью Андрея Панина газете «Собеседник». Играть смерть – одна из самых плохих примет в театральном и киношном мире. Обычно актёры идут на любые ухищрения, лишь бы избежать появления в кадре в гробу. Я вспомнила про тайгу. Вот у меня там была сцена у моего персонажа, когда моя героиня должна умереть в кадре, и в кадре её должны на руках через тайгу, через лес нести, потом как бы рыть ямку, закапывать её, холмик, крестик ставить. Это всё было прописано в сценарии. Я когда прочитала, говорю, ну этого не будет. Я просто говорю, не хочу, и всё, вот мёртвый в кадре будет не хочу. Не знаю, боюсь. Эзотерики считают, что этот актёрский страх обоснован. Играть смерть слишком натурально может быть опасно и для человеческой психики, и для жизни. Очень важно любому актёру, который будет играть смерть, запомнить все вот эти базовые свои состояния жизни. В этот момент открывается некий портал, некие ворота, которые, в буквальном смысле слова, забирают человека. Экстрасенс и театрал Ирина Белозёрская убеждена. Многие актёры настолько увлекаются играя смерть, что рискуют однажды по-настоящему пройти сквозь эти ворота. Так, по её мнению, произошло с Валерием Золотухиным. У него был спектакль, где он настолько проникновенный, настолько достоверно играл смерть, свою собственную, что по окончанию этого сюжета к нему бежали все, проверяя, жив ли он или нет. Макбет. За этим спектаклем тянется смертельный след с самого дня его премьеры, 6 августа 1606 года. Театральные актёры настолько боятся участвовать в постановке, что стараются не произносить название произведения и говорят о нём просто пьеса. Я играю, у меня есть такая работа «Много шума из ничего», «Гера» – это Шекспир. Когда я сыграла эту роль, был, скажем так, такой очень сильный в жизни момент, такая встрясочка была. Не хочу вдаваться в подробности, но это неприятно. Не менее опасными для судьбы актёра принято считать постановки произведений Николая Лескова. После съёмок фильма по его роману «На ножах» погибли сразу несколько артистов. Я отказалась от роли, практически от большой, от одной из главных ролей. Эту роль сыграла Леночка Майорова, но она погибает, причём достаточно страшным образом, страшная смерть. И там Истанислав Ростовский играл одну из ролей, буквально вскоре умер после этого фильма. Кто-то ещё там из съёмочной группы. В общем, какая-то была роковая картина. Но самым роковым произведением 20-го века, конечно же, считается «Мастер и Маргарита». Если ставят спектакль или снимают фильм по этому роману, актёры знают – надо ждать беды. В Московском театре на Юго-Западе в этом спектакле роль Воланда играл Виктор Авилов. Он умер в 51 год. У меня была роль Ивана Бездомного в спектакле «Мастер и Маргарита». Я там работал с покойным Виктором Авиловым, с покойной Аней Самохиной и ещё с одним артистом из Полтавы, который играл Воланда. И как раз после смерти Виктора Авилова он встал на роль Воланда. И буквально через неделю у него был очень страшный инфаркт. И вот до сих пор он лежит сейчас, ну, бездвижимый. После чего Вера Сотникова, которая играла Маргариту, посмотрев на всё это, сказала, что всё, я больше не буду играть. Андрей Федорцов не считает себя суеверным человеком. Но в постановках по «Мастеру и Маргарите» больше участия не принимает. Всё из-за одного необъяснимого случая, который произошёл с ним и другим актёром прямо на сцене. Это было в Благовещенске в 2010 году. Мы все увидели огромный глаз на сцене. Причём мы стоим так и... Я говорю, ты видишь? Он говорит, я вижу. А чё ты видишь? Я говорю, а ты чё видишь? Я говорю, глаз вижу на сцене. Он говорит, я тоже вижу глаз. Я говорю, давайте сматывать отсюда. То есть, ну, не может вся группа быть сумасшедшим, понимаете? Ну, вот какое-то око на сцене было 100%. Экранизировать знаменитый роман в первый раз попытался Юрий Карра в 1994 году. Режиссёр собрал поистине звёздный состав. Но мало кто знает, кота-бегемота страстно хотел сыграть Константин Райкин. И он, когда пришёл ко мне, вроде бы действительно мог очень здорово сыграть кота, интересно, но потом испугался этой мистики. То же самое, потом мне позвонил актёр невинный, говорит, я играть буду у вас кота. Но за три дня до съёмок он тоже, я боюсь мистики. Съёмочную группу преследовали неприятности. В Крыму, где пытались снять сцены древней Иудеи, в октябре выпал снег. Небывалый случай. А в Израиле артисты едва не стали жертвой спецэффектов. Пиротехник пытался сделать тучу, которая накрывает Иерусалим. Получилось чересчур натурально. Что он там зажёг, не знаю, чёрная огромная туча. 15 боевых израильских вертолётов спускаются, оттуда выбегает команда, на нас бегут, положили всех в песок. Ну мы же предупреждали, что будет съёмка, что это. Они говорят, ну тут же граница Сирии, да вы что, тут мы думали, что война. Фильм всё-таки был закончен. Но его не выпускали в прокат более 10 лет. То пропадали исходные материалы, то начинали ставить неприемлемые условия продюсеры. И вот долгожданная премьера. Что же было потом? Сыгравший Воланда Валентин Гафт слёг от тяжёлой болезни сразу после съёмок. А сам режиссёр Юрий Карра попал в аварию и едва не погиб. В 2005 году на экраны вышел сериал «Мастер и Маргарита». Приступая к работе над фильмом, режиссёр запретил на съёмочной площадке все разговоры о мистике. Хотя и признался однажды, что повстречал как-то на патриарших странного господина, который мимоходом бросил. Ничего-то у вас не получится. А Басилашвили сыграв Воланда. Тьфу-тьфу-тьфу. Дай бог как бы своему здоровья. Жив до сих пор. И здравствует. И пусть живёт как можно дольше. А вот там Влад Галкин или там Лавров Кирилл Юрьевич тоже умер вскоре, сыграв как Распонсия Пилата, да? Непредсказуемо. Вообще никогда нельзя сделать однозначных выводов. Мало кто обратил внимание, но основная причина гибели актёров многосерийного фильма – рак. От рака лёгкого в считанные месяцы сгорели Александр Абдулов и Илья Олейников. От смертельных опухолей умерли и Кирилл Лавров, Валерий Золотухин, Андрей Толубеев. Произведение Булгакова, оно опасно чем? Оно не прошло просто так. Оно осело в определённых моментах и просто ждало своего часа. Мистики. Роман-мастер Маргарита не любят. В том, что злой рог преследует всех, кто слишком глубоко погружается в это произведение, они не находят ничего странного. Это произведение называют Библией дьявола. А почему? Это по одной простой причине. То состояние, в которое входит человек, читая эту книгу, оно не просто вводит человека в состояние изменённого сознания, не просто срывает ему психику и срывает ему крышу, как сегодня говорят. Это произведение совершенно переворачивает, как песочные часы всего человека. Весь его внутренний мир. Но не только мастер и Маргарита стал роковым произведением для многих актёров. Очень часто, глубоко вживаясь в образ, в совершенно невинные постановки, актёры как бы предсказывают свою гибель или программируют себя. Пойдём, я тебе церковь покажу. Может, оттуда возьмём. Это последняя картина Алексея Балабанова. Удивительно, но именно в этой картине режиссёр выступил в роли актёра. Он сыграл сам себя и произнёс эти пугающие пророческие слова. И словно кто-то наверху услышал желание режиссёра и немедленно выполнил его. Спустя 40 дней после смерти режиссёра случилось странное событие, напрямую связанное с его последним фильмом. Обрушилась колокольня в Улаготской области, где проходили съёмки. Вы знаете, там очень много было странностей связанных с его гибелью, и я не могу себе это никак объяснить с точки зрения логики. Наверное, что-то здесь замешано. Надя, жена его, считает, что он прощался с нами так. На 40 дней он просто прощался. Самым известным и любимым зрителями фильмом Балабанова стал брат. Главную роль в нём сыграл Сергей Бодров. Его загадочная гибель вместе с группой в горах потрясла режиссёра его близких всю страну. Я тогда даже ощутил, что он страшно переживал. Каждый день смотрели в интернете, есть какие-то новые новости, что как там, что-нибудь пишут, ничего хорошего так и не узнали. Но он действительно очень волновался, переживал. И я думаю, что до конца его так не опустило это горе. Балабанов часто брал детей в киноэкспедиции. Взял он с собой и сына на съёмки фильма «Река», который многие участники съёмочной группы считают роковым. Этот фильм он начал снимать в 2000 году. Но в разгар съёмок случилась трагедия. В автокатастрофе погибла исполнительница главной роли Туйяра Свинобоева. Опытные актёры опасаются попасть в состав группы рокового фильма или спектакля. И поэтому они всегда окружают себя бесчисленным количеством примет. Эти приметы и ритуалы должны уберечь их от возможных несчастий. Если сценарий падает, то обязательно на него надо садиться, где бы он ни находился. Или в случае люди даже садились в кринолинах. Ну а что делать? Есть один артист, который не садится в определённый номер вагона. Ну, кроме того, что он не летает, вообще не летает никогда. На Дальний Восток он едет 7-8 дней в поезде с ящиком водки. И любой, даже самый далёкий от суеверии и мистики актёр убеждён. Для того, чтобы сохраниться в этой профессии и избежать трагедий, надо очень чутко слушать свой внутренний голос. Есть ещё замечательная такая простая русская поговорка «Бережённого Бог бережёт». Если ты чувствуешь, что что-то не то, лучше отведи это от себя, как бы пропусти это мимо, пойди дальше. Не надо откажись от роли другой сыграть, который не будет бояться. Тысячи молодых людей мечтают стать актёрами. Мало кто задумывается, что эта профессия входит в число самых опасных. По мнению медиков, основная причина смерти артистов – язва желудка, инфаркт, психические расстройства, рак. Это результат нервных перегрузок или своего рода расплата за славу. А может быть, просто ряд случайных совпадений. Боюсь, пока этот вопрос останется без ответа. Но факты – вещь упрямая. И вы всё слышали сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова